Очень интересная будет казахстанская программа, потому что это будут премьеры картин. Я вообще слово «звезды» не люблю. Есть три составляющие успешного фестиваля. Это фильмы, это кинорынок, то есть это бизнес составляющая фестиваля и красная дорожка. Не нужны никакие гонорары, чтобы привезти Де Ниро. Здесь просто нужно совпасть по времени. Всем привет, это программа «Кинокафе», я ее ведущий, Карим Кадробаев. Сегодня у нас в гостях арт-директор кинофестиваля имени Шакина Иванова и Анна Шимова. Ну и я так понимаю, что арт-директор фестиваля – это одна из многочисленных должностей. Я так понимаю, что, правильнее сказать, одна из важнейших фигур в кинофестивальной жизни Казахстана. Спасибо, Карим. Начнем мы с 14-го фестиваля имени Шакина Иванова. Собственно, этот фестиваль за годы своего существования уже как только не назывался. И «Звезды Шакина», и «Созвездия Шакина», теперь он просто фестиваль Шакина Иванова. Да. Почему произошла такая, такой ребрендинг, ренейм? Ну, изначально, да, как ты сказал, фестиваль назывался «Звезды Шакина», и это была платформа именно для продвижения молодых кинематографистов. То есть участвовали короткометражные фильмы, дебютное кино, студенческое кино. Ну, далее фестиваль проходил как одна из секций кинофестиваля Евразии, естественно, сменилось название «Созвездия Шакина», и потом фестиваль перестал существовать. В этом году «Союз кинематографистов» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан решили возродить этот кинофестиваль, сделать его ребрендинг, поменять концепцию, поскольку нужно развиваться, идти куда-то дальше, пробовать что-то новое. И у фестиваля сейчас нет никаких возрастных и территориальных ограничений. Это фестиваль с тремя основными конкурсными программами, которые названы по названию одноменной картины Шакина Кенжитаевича. То есть международный конкурс – это программа «Перекресток». Основная наша конкурсная секция – это фильмы из тюркоязычных стран. Эта секция называется «Земля отцов». И третий конкурс – это конкурс казахстанских кинолент, номинантов на национальную кинопремию «Кулагер». Конкурс называется «Мы здесь живем». Естественно, мы не будем показывать всех номинантов, потому что их сейчас огромное количество. Мы покажем выборочно несколько работ. И это будут мировые премьеры многих картин. Да, не закончила им. Поэтому решили сделать какой-то новый акцент на праздник настоящего кино. Кино, которое сделано профессионалами. Кино, которое представлено в своем чистом виде, как искусство. Поэтому будет очень много метров с разных стран. Это и наши соседи, и с дальнего зарубежья. Очень много будет мастер-классов, творческих встреч. То есть у фестиваля есть образовательная функция. То есть, естественно, мы будем проводить встречи с молодыми кинематографистами. В дальнейшем, возможно, да, мы вернем эту секцию короткометражного кино, студенческого кино. Но сейчас мы как бы пробуем занять вот эту нишу. Поскольку отдельных в кинофестивале тюркоязычного кино в мире нет. И поскольку мы в сердце Евразии, нам, как говорится, сам Бог велел сделать такой кинофестиваль. Ну и как раз по поводу студенческого кино. Ты понимаешь, что сейчас нужда в студенческом кинофестивале, она, наверное, отпала. Потому что у нас уже есть в Казахстане есть фестиваль короткометражного кино Байконур. Есть фестиваль кино студенческого Бастау, который завершился недавно. И, кстати, как он прошел? Хорошо прошел. В этом году мы были ограничены по времени. Мы ограничены в бюджете. Вот даже в прошлом году кинофестиваля не было. У нас был перерыв, потому что мы не смогли найти финансирование. И поэтому мы провели вот таким небольшим, как бы, камерным мероприятием. Было не так много гостей. Но мы постарались в этом году привести больше участников, которые представляли свои картины. У нас очень хорошая программа в этом году. У нас добавились страны. У нас 47 короткометражных фильмов из 22 стран участвовали. И, ну, как вот жюри, очень похвалили работы молодых кинематографистов. Очень много было экспериментальных работ. То есть ребята что-то пробуют, открывают. И мэтры считают, что они чему-то учатся у этих ребят. Ребята смотрят, естественно, какие-то классические картины. Вот наши многие члены жюри проводили мастер-классы для них. Адильхан Ержанов проводил мастер-класс в Туране для студентов. То есть очень много было тоже именно связано с образовательной функцией. Баста он нужен. Я вот буквально сегодня мы обсуждали реакцию наших режиссеров. То есть по их лицам было видно, что действительно такая площадка нужна. Это здорово, что есть Байконур. Это национальный смотр молодых режиссеров. Есть Бастао, куда приезжают и наши соседи из дальнего зарубежья. У нас впервые участвовала Саудовская Аравия. У нас присоединяются новые корейские университеты. То есть Бастао растет и хочется показать, что этот фестиваль нужен, чтобы его поддерживали. В частности, финансово мы не смогли провести его в пятидневном, потому что были ограничены в бюджете. Но четыре дня это было очень интересно и познавательно. И ребята все довольные, разъехались с призами. Прошло все по-семейному, душевно, но и на профессиональном уровне. Я вот слежу внимательно за тем, что у нас происходит именно в том числе в кинофестивальной жизни. И складывается ощущение, что у нас фестивали с каждым годом все больше и больше становятся. Но какой-то, скажем так, концепции, конъюнктуры определенной у каждого фестиваля, она отсутствует. То есть мы говорим все время о том, что мы либо какие-то постсоветские страны, либо тюркоязычные. Но если мы понимаем, что у Канны есть какая-то очень четкая, ярко выраженная политическая подоплека, то в Казахстане все фестивали, скажем так, похожи один на другой. И насколько согласна с этим мнением? И почему так происходит? Ну, я не совсем согласна, что они похожи. Все-таки я считаю, что здорово, что у нас много кинофестивалей. Что вот и в Павлодаре прошел фестиваль. Это нужно, потому что у нас очень много действительно кинематографистов сейчас. Это и какие-то самородки, это и профессиональные кинематографисты, и студенты. И вот у нас Евразия, как такой наш самый большой кинофестиваль, аккредитованный ФИАП, то есть он входит в 35 лидирующих фестивалей. Это как бы лицо, скажем так, кинофестивалей в нашей киноиндустрии. Есть Бастау, который имеет именно свою узкую направленность именно на поддержку студенческого кино, дебютного кино. Есть Байконур, это национальный киносмотр. Единственный, по-моему, национальный киносмотр, который у нас сейчас в стране. Клик-фестиваль потрясающий, где показаны картины со всего мира, призеры и номинанты на различные кинопремии. То есть это немножечко тоже уже другое направление. Я не участвовала на Алматинском кинофестивале, у меня не было в стране. Я не знаю, в каком направлении они развиваются, какая у них концепция. Я слышала хорошие отзывы о фестивале. Поэтому фестиваль Шакена Айманова решил сделать что-то новое, что-то другое. У нас тюркская программа основная. Почему? В Стамбуле была создана ассоциация по продвижению тюркского кино. То есть это даже не совсем ассоциация, это платформа. Это рабочая платформа для встреч кинематографистов, для создания совместных проектов, для обмена какими-то программами учебными. То есть эта платформа охватывает все виды киноотрасли. И данная платформа, естественно, туда входят тюркоязычные страны. Она постоянно принимает новых членов. И эта платформа предложила нам как идею сделать именно фестиваль такого рода в Казахстане. В самом сердце, как говорится, колыбели тюркского мира. И этот фестиваль планирует партнерство с NetPak, с азиатской сетью по продвижению азиатского кино. То есть поскольку там есть институциональные члены в NetPak, то эта платформа также войдет в NetPak. И, естественно, поэтому мы сделали нашей фишкой тюркское кино. Но мы никоим образом не забываем о международной программе. Поэтому наш международный конкурс, в отличие от Евразии, например, он территориально не ограничен евразийским континентом. Очень много будет интересных лент из Латинской Америки. Будут картины из Кубы, из Африки. Естественно, это тоже конкурс с денежными призами. Поэтому очень много будет картин, которые участвовали и в Каннах, в Берлине, в Венеции, в Санденс. То есть программа интересная, но это авторское кино. То есть это не мейнстрим, не попкорновое. Это очень серьезное, очень много социальных драм. Это кино, которое заставит все-таки зрителя подумать. И, естественно, Мировая панорама, моя любимая программа, Мировая панорама, это фильмы-призеры больших кинофестивалей. То есть это то, что, возможно, мы не увидим в нашем прокате. Это будет и Капернаум на Дин Лобаке. Это будет новая картина Амбриланта Мендоза «Альфа право убивать». То есть это картина-призер Венецианского фестиваля «День, когда я потеряла свою тень». В общем, очень много интересного мы готовим. И очень интересная будет казахстанская программа, потому что это будут премьеры картин. Это и новые фильмы киностудии «Казахфильм», премьера анимационного мультфильма «Культигин». Они после фестиваля как раз стартуют в прокате. Это и картина Дирхана Ержанова «Ночной бог», это и Шенерау Житерова, Балуан Шулак, Нургильды Садыгулов. То есть много новинок именно выстрелят на фестивале. А в конкурсе от Казахстана участвуют? В международном конкурсе участвует «Река» Эмира Байгазина. То есть мы наконец-то увидим ее? Да, мы наконец-то ее увидим. В тюркоязычной программе у нас две казахстанские картины. Это «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова и «Талант» Балата Колымбетова. Фестивальная жизнь, в принципе, неизменна всегда в Казахстане, особенно связана с именами гостей. И вот мы наблюдаем каждый год одну и ту же картину, когда тот или иной кинофестиваль заявляет какой-то список гостей. Возникает какой-то абсолютно бессмысленный гвалт на тему того, что зачем тратить деньги на этих людей, которые сюда приезжают. Вот этот вопрос, да. Я помню, что ты не один год, по-моему, проработала в гостевой службе на фестивале «Евразия». В гостевой никогда не работала. Просто как-то это так... Ты вела переговоры, да? Да. Почему-то это вот изначально было в моей службе приглашение жюри. Для меня звезды – это больше именно члены нашего жюри. Это такие имена, как Джейн Кемпион, Ким Кидук, Бриланто Мендоза, Дэвид Франзони. То есть это те люди, это уже мэтры, которые к нам приезжают. И мы не платим им бешеные гонорары, но звезды – это они. Я вообще слово «звезды» не люблю на самом деле. Это все кинематографисты, видные уже в мировом кинопространстве. Для меня главные все-таки, наверное, гости – это участники. То есть это те люди, которые привезли кино, потому что кино – это основное. Я всегда это доказываю всем нашим организаторам, ребята, что основное – это наше кино, это программа, это то, что мы показываем. Как вот Терри Фремо говорит, что есть три составляющие успешного фестиваля. Это фильмы, это кинорынок, то есть это бизнес составляющие фестиваля. И красная дорожка. Потому что, естественно, пресса, все едут на эти громкие имена. Да, мы привозим эти имена. То есть даже «Бастао» маленький фестиваль все равно старается каких-то видных деятелей, как Меньшов, Мережка. У нас даже были и молодые артисты. Анастасия Макеева, Аня Горшкова. Сейчас Эльвира Болгова приехала. То есть мы стараемся привезти, потому что с ними интересно пообщаться. Интересно вживую. Вот сейчас я очень хочу пригласить Кароль Буки. Может быть, она сейчас там не сильно активно снимается. Но мне очень интересно задать ей вопрос по поводу ее первой работы в картине Винюэля. Есть какие-то люди. Может быть, часто это какие-то мои предпочтения, когда я формирую состав жюри. Чаще всего, может быть, даже и не получается пригласить всех тех, кого ты хочешь. У людей графики мы не всегда начинаем совсем заранее, как это надо делать. Но, скажем так, звезды для меня это они. Но фестиваль так уж вышло, что составляющая «Красная дорожка» – это неотъемлемая часть. Поэтому, естественно, мы приглашаем артистов. Чаще артисты связаны все-таки с фестивалем. Это либо режиссеры, либо актеры, которые представляют свои какие-то программы. Но мы все-таки стараемся звать людей мотивированно, чтобы они либо представили какое-то свое кино, либо провели творческие встречи, мастер-классы. Я помню, что были какие-то курьезы, связанные с тем, что переговорами с какими-то звездами. Можешь ли я озвучить что-либо такое? Какие-то, не знаю, может быть, запредельные райдеры или еще что-то. Или какие-то очень странные запросы. На самом деле было очень много и курьезов, и, да, наверное, лучше имена не озвучивать. Чаще всего, конечно, курьезы бывают, когда уже гость здесь. Но таких каких-то там особо... Мы же люди адекватные. Мы понимаем, что, например, привезти какую-то супер-супер топ-звезду, это может быть проблематично даже не столько гонораров. Например, я сейчас дружу с Питером Скарлеттом. Мы встретились спустя много-много лет. То есть он был там на одном из первых кинофестивалей Евразии. Тогда еще совсем была маленькая. И сейчас мы как бы познакомились, как говорится, вновь. И мы очень много говорили о его хорошем друге, партнере, Де Ниро. И он мне сказал, что не нужны никакие гонорары, чтобы привезти Де Ниро. Здесь просто нужно совпасть по времени. И вот мы, к сожалению, не совпадаем, потому что мы хотели его пригласить на Шекена Айманова, но он сейчас будет председательствовать в жюри в Маракеше, на кинофестивале. Совпадаем по датам. И он говорит, единственное, ну вот у него маленькая дочка, поэтому он путешествует с супругой, с дочкой, с няней. И, конечно, им нужен самолет. Им не нужны гонорары, но им нужно спокойно, с семьей сесть в самолет, без всяких остановок, транзитов и прилететь. То есть абсолютно приземленный человек, который очень любопытный в хорошем смысле этого слова, очень любит путешествовать, открывать новые страны. И я очень надеюсь, что мы вот с помощью Питера все-таки сможем когда-то Де Ниро привезти в Казахстан. Вот в процессе именно общения с кинематографистами, которые, кстати, вот иногда нам говорят, вот, никто не знает, допустим, кто такой Питер Скарлетт. Ребята, это основоположник Трайбеки, это человек, который основал кинофестиваль в Сан-Франциско, который привозил таких людей, которые сейчас для нас это мэтры, я не знаю, кумиры. И я, например, очень люблю Питера, потому что он мне открывает глаза на какое-то кино, которое я не видела, которое я с удовольствием пересматриваю, но там того же Колотозова я не все картины смотрела. И сейчас для меня какое-то вот такое тоже открытие. И вот такие люди нужны. Такие люди нужны именно для организации фестиваля с их опытом, с их вот какими-то советами, рекомендациями, что можно не тратить бешеные деньги, там, приглашать звезд через каких-то посредников. То есть всегда можно как-то находить какие-то вот такие точки, либо через дистрибьюторов картины какие-то привозить. То есть это можно делать по-умному. Да, в общем, как и всегда, нужны связи и правильная дружба с правильными людьми. Это да. Ну, поэтому мы ездим на кинофестивали, знакомимся, привозим этих специалистов. Вот как раз об этом я хотел поговорить. Ты человек, который активно формирует вот эту казахстанскую составляющую на мировых кинофестивалях, да? То есть мы павильоны в Каннах, в этом году и в Венеции был, да? То есть он наш павильон. Это не совсем павильон был, это была просто презентация киноиндустрии Казахстана в итальянском павильоне. И насколько, в принципе, нашим кино заинтересованы? Со пределами? Сейчас огромный интерес к нашему кино, на самом деле. Это вот действительно, последний год, он очень успешный для наших кинематографистов. Это Азельхан Иржанов в Каннах. Это Эмир Байгазин в Венеции, Токио, Торонто. Это Байтукинов в Варшаве. Байтукинов в Варшаве с Саташем. Это тоже, как бы, вот этот второй конкурс, именно первая-вторая картина дебютантов. Очень интересная программа там. Это Бусан, Фархад Шарипов. Это режиссеры короткометражного кино, которые постоянно сейчас где-то участвуют. Амрия картина выиграла в Голливуде лучший фильм из 10 фильмов со всего мира. То есть, причем, что это вообще такая интересная история. Организатор этого кинофестиваля пришел к нам в павильон в рамках Каннского кинофестиваля. Увидел постер картины и говорит, а что, что это за фильм такой, вот расскажите, покажите. Мы показали трейлер, и ему настолько это понравилось, что он посоветовал нам подать на этот кинофестиваль. И вот картина сначала выиграла Hollywood Screen Film Award, и в итоге вот 26 октября на церемонии закрытия мы узнали, что картина стала лучшей. Поэтому эти фестивали, эти наши площадки на кинофестивалях, будь то презентация казахского кино, или павильон, или даже просто стенд мы берем на кинорынке, это очень помогает в продвижении. Поскольку у людей Казахстан сейчас на слуху, наши киношники на слуху, люди идут, спрашивают, интересуются, многие уже знают, многие уже ждут картины. Очень много отборщиков ко мне приходит и говорят, вот мы ждем, что там новое выходит у этого режиссера. Вот сейчас у нас ЖТРУ новую картину выпускает. То есть очень много, что есть, нам есть чем гордиться, есть что продвигать, есть что продавать. И вот всегда же возникает образ, начинающий режиссер, он снял свою первую короткометражную, или полный метр, да. И промоушен, вот именно продвижение именно в фестивале, то есть попасть в конкурсные или в неконкурсные программы. Я понимаю, что ты тоже этим занималась, и ты занималась именно продвижением нашего кино. В частности, помню, что активно выдвигали с Качко, по-моему, еще тогда уроки гармонии на Берлин. И как это происходит? То есть человек, который занимается именно продвижением нашего кино на фестивале. Ну, на самом деле нет, на уроках гармонии я не работала. Там Аня занималась, ну, может быть, там какая-то команда была. Я просто помогала как бы со стороны газофильма, когда вот была премьера в Берлине. На самом деле, да, это тоже одна из основных видов моей деятельности. Один из основных продвижения, ну, как это называется, международный продюсер. То есть это продюсер по международному продвижению на кинофестивале, на кинорынке, какие-то возможные продажи картин. Мне сейчас, наверное, все-таки помогает именно вот этот бэкграунд связи с программными директорами, с отборщиками, с тем, что я езжу. Я примерно уже знаю, я на многих, в принципе, кинофестивалях была, я уже знаю, что они ищут, что им может быть интересно. То есть уже есть понимание, стоит ли эту картину вообще выдвигать, потому что, естественно, мы проходим через официальные процедуры подачи, это оплата взноса. Ну вот иногда ты понимаешь, что нет, сюда картина не пройдет, смысла нет, допустим, пробуешь, ищешь какие-то фестивальные ниши. На самом деле это тяжело, потому что кинематографистов огромное количество со всего мира. Но бывает так, что ребята молодые, вот как мне кажется, Эльдар Шибанов, я вот спрашивала, ребят, вот как вы попали в Венецию, да, просто подали. Мне говорят, ой, да это нереально, когда ты через сайт на кинофестивале подаешь, там они не рассматривают эти заявки. Да, такое бывает на самом деле, что когда заявка приходит через сайт, ну она как бы получается, от человека, которого ты не знаешь, там сидит тоже какой-то программщик, да, получает это. Может быть, такие заявки рассматриваются там уже в резерве, когда где-то что-то не хватает. Но выстрелили же ребята, значит, вот радует, что Венеция все-таки отсматривает эти картины через сайт, через официальную подачу. И вот мне кажется, что нашим ребятам нужно пробовать именно заниматься этим продвижением. Этого нет, допустим, в программе ни в Академии Жургенова, ни в Туране. Мне кажется, вообще такой, может быть, как предмет даже ввести вот именно по продвижению, как правильно вообще свой проект упаковать, чтобы он выглядел правильно, чтобы у тебя там был трейлер, субтитры, я не знаю, пресс-кит какой-то, ссылки. Вот для этого мы привозим представителей таких платформ, как вот Festagent, например, которые рассказывают, как правильно вообще подавать эти картины, как правильно участвовать на питчингах, как подавать фонды, потому что очень много фондов, которые поддерживают молодых режиссеров. И можно именно получать какие-то гранты. Там есть гранты на стадии development, гранты на post-production, на само производство. То есть вот нужен, мне кажется, какой-то такой курс, я не знаю, лекции или мастерская какая-то вот именно по тому, как правильно подготовить свой проект к продвижению зарубежному. Вот да, мы в международном отделе киностудии «Казахфильм» занимаемся сейчас нашим продвижением, стараемся по максимуму как-то охватить все жанры, и документальное кино, и анимационное, потому что фестивалей очень много, площадок много, и стараешься как-то вот для каждой картины найти свою нишу. Знаешь, еще вот, в силу того, что у нас публика фестивальное кино казахстанское, ну, как правило, это и не видит толком, вот, формируется, да, формируется очень странное такое поверье среди, особенно начинающих киношников, которые говорят, если они видят, что их кино не несет никакого коммерческого потенциала, они говорят, мы снимаем кино фестивальное, причем, как бы, то есть если не коммерческое, значит фестивальное. При этом, ну, как бы, люди не понимают, что есть кино просто никакое. Вот. А как понять, что твое кино фестивальное или нет? Ты, я думаю, что, ну, как бы, мне кажется, что снимать кино с прицелом, что это фестивальное кино, ну, это, по-моему, как минимум глупо. Я с тобой согласна. И вот сейчас, мне кажется, у наших молодых режиссеров, вот, я не знаю, может быть, они смотрят на, не знаю, на Дильхана, на Эмира, там, на Байту Кенова, да, на вот успешных уже режиссеров, заявившихся о себе в мире. Да даже нет, даже не только молодые, есть и взрослые уже, мэтры наши, да, которые ждут эти фестивали, снимают, вот ко мне часто подходят и говорят, вот у меня такой сценарий, вот мы точно в Берлин попадем. То есть я сразу думаю, значит, человек сейчас вот готовит проект, уже конъюнктурно, уже вот он понимает, что он не думает о том, что это будет. Он не думает, что это вот, вот здесь что есть, и ты вот это должен дать зрителю. То есть, по сути, если у тебя есть хорошая история, там, я не знаю, задумка, у тебя есть какой-то месседж, потому что, мне кажется, тут иногда впустую снимают, вот понимаешь, что у человека там, вот вроде в возрасте, да, но ты какой-то же свой жизненный опыт должен вкладывать, свою какую-то точку зрения в эту историю. Ты как будто ее поверхностно показываешь, ну, где твой взгляд на проблему, где вот этот посыл. И многие об этом не задумываются, а сразу думают, так, мне надо попасть в Берлин, там, мне надо в конкурс КАН попасть. И вот они стараются, вот, я не знаю, понавтыкать каких-то сцен вот этих, может быть, которые, как вот считают, что они там шокируют отборщиков, там, и вот обязательно возьмут. Да нет. Ну, вот вспомнить наших, вот, старую плеяду, да, классиков, там, я не знаю, или Канок Асымбеков. Вот, ну, снимая, там, не знаю, шок и шер, да думал он разве, там, не знаю, о Берлине, или там тебе нужен щенок. Он участвовал, это был первый наш режиссер, который участвовал в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Просто тогда этот конкурс, он делился, это было детское кино, вот в те годы, так что, в принципе, не мир первый, вот, а Канок Асымбеков. И, да, он понятия не имел, что такое вот это вот пройтись по дорожке, вот этот какой-то пафос, гламур, да, нет. Вот он, вот человек, что было на сердце, вот он это снял. Вот вышел продукт, продукт выстрелил на фестивалях, там, по телевидению, да. Вот мне кажется, что у нас сейчас какой-то вот этот вот бич идет у наших вот режиссеров, что они настолько сейчас гонятся за этой наградой, не знаю, вот мне надо снять под... Вот примерно уже понимают, что отбирает Берлин, что отбирают Каны. И вот часто вот приходят просто к нам, говорят, вот это точно попадет в Каны. Вот, вот я снял проект, вот это вот в Каны, вот никакие мне фестивали не нужны, вот в Каны давайте. Это абсолютно неправильно. Я понимаю, как мы примерно говорим, да? Вот, поэтому всех их люблю. То есть, конечно, вкусы у всех разные. Кому-то может что-то нравится, что-то нет. Мы работаем, в принципе, со всеми картинами. Для каждого стараемся что-то найти. Но иногда бывает вот трудно объяснить, да, что вот почему картина... Вот спрашивают, ну почему картина не идет по фестивалям? Ну, значит, что-то есть там такое, что вот не отбирается программщиками. Поэтому вот это проблема сейчас на самом деле. Ну, и я думаю, что ближе к концу нашего разговора, я думаю, самое время поговорить о твоих продюсерских проектах. «Су» и «Ауа». Сержан Касымбеку я сняла, получается, две картины, да, короткометражные. Судя по названиям, это часть какой-то квадрологии. Это будет «Альманах» из четырех частей. Это «Тасбог». На самом деле, для меня это вообще такая была авантюра, потому что, да, я все время работаю на кинофестивалях, я занимаюсь продвижением. Я как-то, честно говоря, не думала, что я вообще в производство уйду. Сейчас мне это очень интересно, это втянуло. Я даже думаю, что немножечко надо мне уже отходить и посвятить себя этому. На первом проекте «Су»… да, это проект как бы четыре стихи, но, естественно, в переносном смысле. На первой картине я занималась только… я подключилась уже почти в конце. Я занималась вот продвижением картины, непосредственно подачей на фестивале, какими-то продажами. И меня настолько это все так вот втянуло. Во-первых, у нас очень потрясающая команда. Естественно, первый проект мы делали без какой-либо поддержки. То есть это все, как говорится, за свои деньги, за совсем маленькие деньги. Что-то просишь там у друзей помочь, там, ну, какие-то вот… Слава богу, очень много друзей киношников. И мы, в общем, вот так вот с маленькой такой киносемьей мы сделали эту картину. Год она нигде не могла выстрелить. Я не понимала, что происходит. Я ее пересматриваю. Думаю, может быть, что-то перемонтировать надо, что-то… Ну, вот нет, все хорошо. Ну, вот дождались. Отобрал Хано и сразу лучший фильм. Ну, и уже, соответственно, фестивальная судьба картины началась. Второй проект, вторая часть «Альманаха», уже мы подключились, поскольку это же все так интересно, уже мы подключились там с некоторыми нашими коллегами именно на самой первой стадии, на стадии сценария. И здесь уже это как твой маленький такой ребеночек, которого ты вот растишь с самого начала. То есть мы и монтажом вместе занимались, и съемки, и сценарий. Здесь уже это именно… Я уже здесь выступаю как продюсер, то есть это уже был мой бюджет. Картина немножечко другая, то есть она отличается от сумм. Ну, мы хотим сделать именно четыре такие разные истории. Выстрелила, то есть отобрали в Бусан, мировая премьера состоялась там. Сейчас мы будем участвовать в Каире в конкурсе «Класс А». То есть для нас уже это такая самая наша большая победа на данный момент. В Монако на кинофестиваль вот картина отобрана. В общем, вот фестивальная судьба началась, и мы сейчас вот очень активно готовимся к съемкам двух последних частей. В общем, это сейчас нравится, это интересно, потому что… Как вот мне буквально вчера коллега, вот такой журналист Галя Леонова мне сказала, ну ты же столько кино много смотришь, ты прям уже, наверное, знаешь, вот как это надо сделать. Да ничего подобного, когда начинаешь снимать, и вот… И потом уже на монтаже смотришь, боже мой, да не так надо было сделать, это вот так, это вот так. Когда вот начинается это все, ты как вот белый лист. Спасибо. Это была программа «Тинкафе». Всем всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»